Приветствую, мои маленькие любители Дестроя. И как вы догадались, плеча у меня в руках. Сегодня мы будем разнокучивать электричество. Итак, с чего начинается электропроводка в квартире? Начинается она не с покупки бытовой техники или кабелей, начинается она с проектирования электрощитка. Выглядит это примерно вот так. Мы расписываем всю структуру, все линии, которые у нас планируются, всех потребителей, все автоматы защиты. И после этого начинаем работать. После раскладки кабелей вот этих вот чудесных трасс, значит, каждый конец кабеля маркируется вот такой вот бирочкой. Она соответствует номеру в списке линий. И дальше при расключении щитка очень удобно, не надо ломать голову, просто подключаем все по номерам. Значит, щиток сначала монтируется к сам корову, а внутренняя часть щитка собирается отдельно в чистых условиях и после окончания пыльных работ монтируется уже на место и к ней подключаются все подходящие кабели. Сейчас я ее достану из пакета, поставлю на место и покажу вам уже готовый результат в сборе. Итак, щиток у нас выдружен на законное место. И осталось две задачи. Первое. Нарастить ввод, то есть подключить вот этот кабель к оставшемуся хвосту от застройщика. И второе. Подключить все кабели вот к этому блоку клемм. И отдельно потом поставим земляную шинку. И на этом расключение щитка закончим. Можно будет закрыть его крышкой и радоваться жизни. Значит, ввод застройщиков будем наращивать с помощью вот таких вот медной кильз, покрытых оловом. Почему? Потому что вот это вот полиэтиленовое дерьмо, которое вы сейчас наблюдаете, было вообще у меня утащено много у соседей, потому что им наемные маджахеды нарастили ввод с помощью вот этого полиэтиленового клеммника. Горят этот полиэтилен просто роскошно. К счастью, я вовремя заметил. Снял его и поставил там точно вот такие же медные гильзы. Поэтому сейчас я пойду на лестничную площадку, вырублю весь свет и займусь окучиванием всего вот этого вот великолепия. Потом покажу вам уже, ну, видимо, финальный результат. Уважаемые зрители, вы смотрите прямое включение эпической борьбы с Ктулху. Оставайтесь с нами. Мы скоро вернемся. И так, мои любители Дестройс, сегодня вы стали свидетелями окончательной победы силы добра над силами разума. Я пообрезал все щупальцы у нашего Кибер-Ктулху. Теперь все у нас по полу разложено ровненько, аккуратненько. А щупальцы надежно закреплены вот в этих специально для него предназначенных кандалах. Особо внимательные зрители могут заметить, что четыре гнезда пока пустые и торчит какая-то непонятная хрень. Поясняю. Значит, четыре пустых гнезда это четыре трассы, которые я прокину завтра, а вот эта вот хрень, это временное освещение, которое сделано так, потому что, ну, больше его некуда было воткнуть. Ах да, мы маленькие любители дестрой. Во-первых, я забыл с вами попрощаться, а во-вторых, хочу сказать пару слов про вот эту адскую конструкцию. Значит, смысл многочисленных девайсов в том, что здесь у нас вводной рубильник, дальше ввели контроль напряжения, здесь у нас вводной выключатель. Вот эта хитрая штука, здоровая, мало кому знакома, называется контактор. Зачем она нужна и вообще, почему она столько занимает место и стоит, скажу вам, по секрету немеренных денег. Об этом и прочих грязных подробностях вы узнаете в следующих выпусках нашего шоу. На этом спасибо за внимание. До новых встреч.